Более 6 тысяч работ, свыше 500 участников из 80 регионов. Таков представительный состав конкурса в этом году. В третий раз его проводит фонд Андрея Первозванного при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Укрепление семейных ценностей – главная задача конкурса. И именно семейной тематике посвящены все представленные материалы. Организаторы и члены жюри считают, что социальная журналистика – ответ вызовам времени. Вот этот вызов, он совершенно совпадает и с нашим желанием, и с нашим стремлением учить студентов писать о тех темах, которые являются для нас сегодня стратегическими. Эта тема вообще связана с национальным интересом России. Отношение общества к многодетным семьям, традиционным семейным ценностям – основа благополучия государства. Так считает председатель попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства» Наталья Якунина. Позитивных изменений в этом невозможно добиться без участия СМИ. Поэтому по инициативе программы в различных регионах России стали подписывать меморандумы об утверждении и продвижении семейных ценностей. Благодаря этому конкурсу родилась идея создания ассоциаций журналистов, пишущих на семейную тематику. Сейчас ассоциация насчитывает 120 членов, но я уверена, что она будет расти. Программа телеканала «Самараги справа на маму» второй год подряд становится победителем конкурса в номинации телевидения. В эфир она выходит уже почти пять лет, несмотря на то, что социальные проекты – большая финансовая нагрузка для телеканала. Телевизионный бизнес – он бизнес, конечно, но это еще и та сфера, которая делает общество обществом. Самая главная награда для журналистов в этой программе – это, конечно, устроенные судьбы детей. И для канала это тоже самое главное, потому что многие судьбы, они были увидены глазами журналиста, но непосредственно усыновителями увидены на нашем телеканале. Около двухсот героев программы «Право на маму» за эти годы обрели семьи. Несколько выпускников детских домов нашли работу и получают профессиональное образование. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События.